МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На календаре начало июня, и мы предлагаем вам полистать календарь событий новейшей истории Шкаралы, чем отмечен этот период в видеоархиве нашего телеканала в рубрике «В то же время». В студии Алина Астанина. Здравствуйте. Лето как нельзя лучше подходит для занятий спортом на свежем воздухе. Так в 2007 году традиционному марафону из Шкарала озера Шап исполнилось четверть века. На протяжении этого времени любителей бега и спортсменов Мэрил, а также гостей из соседних регионов, желающих проверить себя на выносливость, становится все больше. В воскресенье центральная площадь Ишкаралы стала местом сбора марафонцев. Хотя иногда было неясно, на чем побегут или, может быть, поедут спортсмены. Здесь можно было встретить велосипедистов, лыжников и даже хоккеистов. Стартовали легкоатлеты вопреки традиции. Тогда предварительная пробежка к месту основного старта прошла по улице Волково. Со старта ушло 620 спортсменов. Все они, по словам организаторов, и финишировали. Правда, первый большой финиш произошел уже на 10-м километре дистанции. Половину малого марафона пробежали 265 школьников и студентов. Победил один Владислав Вайшев из Сернурского района. Остальным было суждено добраться до берегов озера Шад. Победителем Ишкаралинского малого марафона стал чемпион Европы по легкоатлетическому кроссу Алексей Александров. В начале лета 2008-го этот дом еще не имел своего адреса. Он стал первым и положил начало новому району в Ишкарале, датскому поселку. Сегодня можно смело говорить. Социальные дома на набережной Кокшаге дали квартирный ответ десяткам нуждающихся в улучшении своих жилищных условий людей. Тогда наша съемочная группа заглянула внутрь первого и убедилась, что это жилье в будущем не будет уступать элитному. Привычная нумерация подъездов здесь ни к чему, говорят строители. Этот дом тем и отличается, что каждый подъезд и каждый сектор внешне не похожи друг на друга. Красный, голубой, зеленый, бежевый. Всего в строительстве дома использовано семь видов кирпича, чего раньше никогда не было. Да и вообще, дом уникален по своему стилю. Подобные можно встретить разве что в Европе. Малоэтажность, черепичные крыши и обязательно на берегу водоема. Такой стиль постройки характерен для Нидерландов, Дании и Германии. Всего в этом доме 36 квартир, но разной площади. В каждой свое поквартирное отопление. Правда, еще во время проектирования предупреждали. Любоваться красотой городского пейзажа из окна своего жилья сможет не каждый. Датский поселок изначально планировался для бюджетников, врачей, учителей, артистов. Одним словом, тех, кто всю жизнь проработал в бюджетной сфере и нуждается в жилье. Для всех остальных эти дома стали общегородской достопримечательностью. Виды старого царевококшайска перестали быть филокартической редкостью. В 2009 году раритетная серия из 20 открыток, собранная известным коллекционером и историком Сергеем Стариковым, позволяет увидеть столицу Марийского края, какой она была 100 лет назад. В год 425-летия виды старинного царевококшайска были выпущены в массовый тираж. Сейчас в этом здании размещается музей истории Ишкаралы. А на фотографии, сделанной в 1916 году, в доме по нынешней улице Карла Маркса находилась землеустроительная контора. В здании городской почты уездного центра царевококшайска позднее квартировала санэпидемстанция Ишкаралы. Сейчас здесь научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры. Для истории сохранились городской мост в районе Вознесенского храма и набережная. Город, где самыми высокими зданиями были церкви, когда-то 100 лет назад ничем не отличался от сотен прочих уездных городов России. Особенность выпущенной серии открыток – это не просто изображение, а историческая фоторетроспектива, где все показано в сравнении, что было и что стало. Отныне эти улицы, дома и городские пейзажи стали достоянием гораздо большего числа людей, чем узкий круг коллекционеров открыток-филокартистов. Марш Мендельсона на берегу Малой Кокшаги. Четыре года назад в Ишкарале в самом разгаре шло строительство нового здания городского ЗАГСа. Сегодня, пожалуй, каждый житель знает это здание с зелеными башенками на левобережье Малой Кокшаги. А в 2011-м было известно только одно – новый ЗАГС будет кардинально отличаться от прежнего. В старом здании, что по улице Ишкенина, городской ЗАГС жил и работал еще с 91-го года. Ремонтировали фасад и внутренние помещения. В остальном же почти ничего не изменилось. Трехэтажное же по планам архитекторов здание из красно-белого облицовочного кирпича в это время росло буквально на глазах. По просьбе работников ЗАГСа еще на стадии проектирования специалисты функционально разграничили помещения. Так, к примеру, кабинеты регистрации смерти, рождения детей и подачи заявлений расположены на разных этажах. В то же время у сотрудников уже появилась масса идей, как сделать саму церемонию бракосочетания более красочной. Сегодня это один из самых красивых ЗАГСов по Волжье. Регистрироваться сюда приезжают не только влюбленные со всей республики, но и из соседних регионов. Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в России. Увы, но Мариелл не исключение. Впрочем, шанс стать исключением из правил есть, решили в 2012 году в республике. Тогда сразу два современных сосудистых центра распахнули свои двери для пациентов. Один из них, а точнее первичное отделение, открылось на базе Волжской центральной районной больницы. Другой – в Ишкаролинской горбольнице. Врачи с гордостью рассказывают о новом оборудовании. Говорят, это как автомобиль класса люкс. Все автоматизировано, потому что дорога обычно каждая секунда. Установленный ангиограф – один из лучших из современных в мире. По последнему слову техники оборудована и нейрохирургическая операционная. Микроскоп, навигационная станция, ультразвуковой скальпель, специальный нейрохирургический операционный инструментарий. Таким образом, специалисты теперь полностью готовы для выполнения операций на сосудах головного мозга любой степени сложности, причем без больших разрезов. Все это стало возможным благодаря тому, что Мариелл вошла в федеральную программу оказания помощи больным с сосудистыми заболеваниями, после чего и получила около 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Значительную часть софинансировала сама республика, в которой заработала целая система оказания медпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кстати, все операции проводятся абсолютно бесплатно. Открытие купального сезона, традиционно намеченное на июнь месяц, в прошлом году на озере Яльчик не состоялось. Беспрецедентный случай, когда в перешеек между Большим и Малым озерами на территории национального парка Мари Чудра были слиты нечистоты. Наша съемочная группа – одна из первых выехала на некогда чистейшее озеро Мариелл. Озеро Яльчик – самый крупный водоем в республике. Его общая площадь составляет 150 гектаров, наибольшая глубина – 34 метра, протяженность береговой линии свыше 15 километров. Его загрязнение канализационными стоками, слитыми прямо в воду, произошло не на одном из диких пляжей, используемых чаще всего для вечерних купаний жителями Мариеллы Татарстана, а на территории национального парка Мари Чудра, ранее открытого для посещения всеми желающими. Потому что в ответственности населения относительно одного из красивейших мест республики никто не сомневался до недавнего времени. В итоге, чтобы к началу купального сезона озеро все же вошло в число мест отдыха, специалистами была проведена механическая очистка водоема и прилегающей территории. С воды убрано и вывезено 5 КАМАЗов нечистот, снят верхний слой почвы, завезено 10 машин свежего песка. Все было сделано так оперативно, что когда наша съемочная группа оказалась на месте сброса органических отходов, и вода и пляж уже были чистыми, спустя три недели запрет на купание в Большом и Малом озерах был снят. Такими событиями из жизни республики запомнилось начало июня на календаре нашей телепрограммы. Увидимся в эфире телеканала «Регион-12» в то же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова